Тот случай, когда вариант поступления скурпулезно выверен. Ведь в семье Арсения Насикайло все юристы. Но продолжить династию все же решил не по совету родных, а по зову сердца. Готовился весь год, теперь точка отчета самого ответственного этапа вступительной кампании. Первый шаг – регистрация на необходимые предметы для ЦТ. Целый год готовлюсь, решаю различные тесты, посещаю репетиторов. Это первый такой серьезный экзамен у меня в жизни. И я не имел раньше опыта никакого. И вот сейчас уже пришло время показать, на что я способен. Я долго к этому шел. С первых минут работы пункта регистрации на централизованное тестирование в БГУ уже многолюдно. В главном вузе страны за один день больше сотни абитуриентов. Специалисты не только принимают документы, но и разъясняют молодежи все нюансы этого года. В этом году, в отличие от всех предыдущих лет, очень изменились сроки сдачи централизованного тестирования. То есть в этом году первые пройдут так, что и централизованный экзамен, и тестирование будут в первых два дня – 27 мая и 30 мая. Соответственно, 3 июня и 6 июня будет еще централизованное тестирование. Изменились сроки регистрации. Если раньше регистрация проходила в середине мая, когда-то еще и целый май проходила регистрация, то в этом году с 9 апреля по 22 апреля. Для регистрации на ЦТ необходим документ, удостоверяющий личность. Внести оплату, а это 4 рубля за предмет, можно на месте через ЕРИП или в банке. Есть новшества. Поскольку выпускники этого года сдают два централизованных экзамена по белорусскому или русскому языкам и по одному из профильных предметов, то по второму уже необходимо тестирование. Выпускники прошлых лет поступают без общешкольного централизованного экзамена, потому имеют право зарегистрироваться на три предмета, а не на четыре, как было в прошлом году. Документы можно принести лично, а можно их подать в онлайн формате на сайте Республиканского института контроля знаний. Это удобно, то есть два раза не надо приезжать в университет, но все же один визит придется совершить, чтобы лично забрать свой пропуск на централизованное тестирование. В стране работает 40 пунктов регистрации на ЦТ. На базе вузов и их филиалов, а также некоторых колледжей не только в столице, но и в регионах. В Гродно Арсений Боярчук, выпускник шестой гимназии, сегодня в числе первых на регистрацию в пункте аграрного университета. Вуз расположен рядом с домом, решил подачу документов не откладывать, ведь с желанной специальностью уже определился. Срегистрировался на физику, математику и русский. Какую специальность хотите? Ну, инженер, строитель. Не знаю, по душе легло. Регистрироваться на ЦТ можно в любом пункте, не обязательно в вузе, куда планирует поступать абитуриент. Но все же такой визит может стать первым знакомством с учебным заведением. Например, в Гродненском аграрном университете в этом году набор на 11 специальностей. Из них две новые под требования рынка труда. Они делятся на профили. С этого года по специальностям, по технологии производства продукции и растительного происхождения, профилизации, это агрохимия и почвоведение, это плодовообщество и технология процессов земледелий. То есть студенты со второго курса имеют возможность выбрать одну из, допустим, трех специализаций и продолжить обучение уже по более узкоспециализированным направлениям. Абитуриентам можно и вовсе избежать нервов и стресса в период вступительной кампании. Взять целевое направление и поступить без экзаменов и ЦТ на сельскохозяйственные специальности. Балл аттестата необходим не ниже шести. Агропрофессии входят в перечень востребованных экономикой, потому целевиков набирают 70% от общего количества мест. Ангелина Боса, Кураженко Брестского района, уже год учится на агрономическом факультете. И ни разу не пожалела, что взяла целевое направление. Говорит, именно целевики в аграрном вузе самые обеспеченные студенты, ведь им сельхозпредприятия обязаны доплачивать к стипендии до 800 рублей. Целевое направление брала в ООО Остромечево, чтобы потом отучиться и вернуться обратно домой. Там отработать. У меня будет гарантированное рабочее место. Платят стипендию в конце каждого семестра. Много? Достаточно. Мне хватает. А если абитуриенты этого года еще сомневаются, какой вариант будет для них хорошим стартом в карьере, можно проконсультироваться со специалистами. Министерство образования запустило горячую линию, где разъясняют все нюансы вступительной кампании. Тянуть с подачей заявки на ЦТ тоже не стоит. Регистрация абитуриентов продлится по 22 апреля включительно. Пункты работают без обеда. В будние дни с 9 до 19.00, по субботам с 9 утра до 6 вечера. Галина Буро, Анатолий Бояринцев и Александр Зарецкий, телекомпания СТВ.